В этом месте заканчивайте свой дрифт на финишной линии и спокойно проезжайте через эту арку, не дрифтите. Перед выходом на трассу подробный инструктаж. Пилотам показывают на схеме линию разгона, место заноса и финишную черту. Пока водители знакомятся с особенностями новой для многих трассы, в гаражах идет активная подготовка каров. Каждая машина должна соответствовать регламенту соревнований. Классический дрифт это всегда мощная заднеприводная машина с механической коробкой передачи. Без тюнинга здесь не обойтись. Кузов кара должен быть максимально облегчен. Для этого все возможное заменяется на карбон. Также не обойтись без жесткой и низкой подвески, легкосплавных дисков, низкопрофильной резины, воздухозаборников или, как их называют, диффузоров. И, конечно же, мощных лошадей под капотом. Трасса «Сочи-Автодром» – самая подходящая, чтобы выжать из автомобиля максимум. Машина – это продолжение себя, говорит профессиональный пилот из Москвы Евгений Ружейников. Асфальт нам очень нравится, потому что резина почти не трется, при этом дымная и быстрая. Что касается трека, то он, конечно, очень хороший. Я здесь был на «Формуле-1», ездил в кольцевом классе. Так что сам комплекс очень крутой. «Сочи-Автодром» впервые принимает такого рода соревнования. Да и для каждого участника российской дрифт-серии – это первая возможность получить максимум удовольствия от заносов на Королевской трассе. Кубок чемпионов РДС станет настоящим праздником для поклонников гонок. Зрители увидят близкий парный дрифт, скоростные постановки, эффектные заносы и, конечно же, кубометры дыма из-под колес. Вот так видят пилоты трассу из салона своего гоночного кара. Это отнюдь не прогулки с ветерком, а экстремальная езда с запахом и даже вкусом, отлетающей из-под колес резины. За рулем известный пилот РДС Аркадий Пучинин. Говорит, резину здесь можно убить не сразу, но дрифовать на этой трассе нелегко. Сейчас мы сделали по нашим меркам много кругов, наверное, порядка 5-6. Обычно резина заканчивается кругом за 2-3. Так что, можно сказать, в расслабленном состоянии получаем удовольствие. Самое тяжелое – это сохранить темп. То есть здесь с самого начала трассы надо максимально разогнаться и сохранить этот темп до конца трассы. А это в данных условиях не так просто. Гоночная трасса в Сочи была выбрана по нескольким причинам. Профессионализм, команды автоспортивного комплекса, развитая система безопасности и современное техническое оснащение. Этот этап пробный, а на следующий год я очень надеюсь, что мы сделаем его постоянно. С точки зрения судейства мы самый топовый уровень сейчас обеспечиваем. Плюс, естественно, наши опытные судьи здесь на уровне самых высоких мировых стандартов безопасности. Поэтому здесь ребята не боятся нажимать полный газ, как говорится. И здесь скорость сейчас, я думаю, вы сами увидите, потрясающая вообще. Кстати, в судейской бригаде работает опытный судья из Японии Хироки Фурусе. Он дает рекомендации пилотам после тренировочных заездов. «Увидел сегодня много ошибок. Здесь слишком большой угол, чтобы обратно выставить тоже большой угол. Это очень сложно. Поэтому здесь с небольшим углом как можно больше зарядить машину и загрузить зад, чтобы сюда нормально залететь». Официальное открытие Кубка чемпионов состоится в субботу. Билеты можно приобрести на сайте РДС. Детям дошкольного возраста в сопровождении родителей вход бесплатный. Зрители, у которых есть доступ в сервис «Парк», смогут пообщаться с участниками российской дрифт-серии и сфотографироваться с ними.